Добрый день, господин Сихару Лидзе. Сегодня 18 сентября 2024 года мы с господином Сихару Лидзе проводим обмен мнениями по поводу ситуации в Грузии, предвыборную ситуацию, ситуацию вокруг Абхазии и слова господина Иванович Фили по поводу Южной Осетии. Нам очень интересно. И, наконец, последняя ремарка, если можно ваше мнение или у вас есть информация по поводу, что произошло с бывшим советником Пашиняна, премьер-министра Армении, которого не пустили на территорию Грузии. Спасибо большое за приглашение. По этим вопросам я хочу с вами обсуждать. Если можно, первый вопрос. Предвыборная ситуация в Грузии. Что на сегодняшний день происходит в Грузии? Вообще, какова обстановка? Ну, опять же, я часто говорю, что не надо путать телевизор с реальностью. В реальности пока что ничего особенного не происходит. Какой-то напряженности не видно. И мне кажется, что все больше люди понимают, что понять какую-то новую волну с митингами до выборов это маловероятно. И более того, мне как правительство очень четко заявило о том, что, кстати, цитата Музия, что мы можем вести себя на митингах и по европейским стандартам, и по американским. Они подразумевали это, что вообще грузинские полицейские силы, они очень толерантны. Даже если на них напасть или их оскорбить, они обычно молчат, что, по сути, не совсем правильно, потому что по закону они имеют право действовать очень жестко. После определенного количества нападков на полицейских сказал очень открыто, что мы будем показывать себя по-европейски, то есть будем использовать закон, а по закону они в случае оскорбления нападения на полицейских могут сажать в тюрьму, там никаких административных штрафов нету. А потом он сказал по-американски, то есть нападение, попытка взлома административных зданий позволяет полицейским стрелять на поражение. Я думаю, после этого все эти дневные сообщения оппозиции, заявления, части, очень маленькой части, даже академистской элиты, которая призывала каким-то там социалистическим революциям, она сразу стихла. Знаете, в грузинской элитыке есть такое высказывание, дитя спросили, почему ты плачешь, ну так у меня получается, вот и плачу. К сожалению, в наших странах и в Грузии до сих пор есть люди, которые считают, что если получается, надо давить до конца. Власть в какой-то момент указала на то, что мы вам в случае надобности поможем закончить ваш плач, и на этом все закончилось, как я и предвидел. Я говорил, что митинги ни к чему не приведут, и я хочу просто очень четко вашим услышателям дать знать, почему. Не надо путать Грузию с Украиной, с Арменией, с Россией, с Азербайджаном. В Грузии система института, они очень четко стоят на своем. Грузинская полиция, военные силы, все административные здания, они работают. Это не страна, где можно взять палку и пойти на Тбилис. Это уже очень давно не так. Поэтому вот есть заявление, что если Запад захочет, ну если Америка захочет, я привожу такой пример, она в Австрии революцию проведет, нет. Но если она уж там перебросит свои там рейнджеров, возможно, что-то можно. Но Грузия уже давно не страна, где вы можете выйти, какой-то политик европейский может спуститься, или российский. Заявите о том, что нам нужно смену на власть и ее сменить. Этот период в Грузии давно закончился. Поэтому призывы к революциям, на них надо реагировать, как во всех европейских странах. Надо арестовывать, надо сажать в тюрьму, если есть серьезные угрозы. Все остальное это просто риторика. И сейчас в стране очень спокойно, тихо, мирно. И я бы сказал еще раз видно, знаете, что есть определенные слои, маленькое количество, которые политически активны. И они очень много кричат, рычат, но большая часть населения страны, вот главные избиратели, моего возраста 30-35+, они очень устали. Устали от этих всех криков, от всего этого. И, кстати, грузинская мемчина на этом очень хорошо играет. Потому что она хорошо понимает, что народ, который прошел сквозь огонь, воду, медные трубы, но они не хотят опять вот эти какие-то революционные лозунги. Понимаете, в Армении только сейчас была революция в 18-м году, а в Грузии столько было. Столько было разных переворотов, что все уже устали, на это запроса нет. И, кстати, риторика наших западных коллег тоже послушает, что они говорят. Выборы, выборы, выборы. Почему? Потому что стало очевидно, что в Грузии институты, подчеркивая, насколько они демократически, как в Австрии, это другое дело. Они очень хорошо стоят. И не посол Америки, не посол Европейский, что они могут делать. Потому что среднее государство к серьезному кризису. И третье, безусловно, самому Западу это не подходит. Потому что если свергните власть, все равно следующая власть будет вынуждена подавлять митинги. Если раз вы раскачали лодку, ее потом очень долго придется успокаивать. И это все понятно. Поэтому вот мой ответ. Насчет, опять же, ожиданий, в общем, мне кажется, что все более-менее свыклись с мыслью, что грузинская мечта выиграет. Все статические данные на это показывают. Указывают на то, что оппозиция в серьезном кризисе. В серьезном. И этот кризис связан с тем, что ничего не предлагает оппозиции на самом деле. Кроме криков о том, что Грузия идет в Магадан, в Тамбов, не знаю, в какие-то места. На самом деле ничего не предлагается. Работа с средним классом не проводится. Наши коллеги в основном сидят в Брюсселе, в Нью-Йорке и где-то, но не в Грузии. И это очень сильно чувствуется. Именно поэтому наши коллеги из Запада очень активно, как сказать, угрожают, махают пальцами. Говорят о санкциях, чтобы надавить на избирателя. Но насколько это будет эффективно, мне кажется, не очень, потому что люди моего класса... У нас нет счетов в Америке, поэтому такими угрозами вряд ли можно обычного избирателя в Грузии чем-то напугать. Понятно. Спасибо. Давайте еще поговорим о заявлениях премьер-министра Грузии. Он не говорил конкретно про Армению. Он сказал, что в одной из для нас дружественных странах, а в одной из дружественных стране, посольство США одно заявление делает по поводу ситуации в Грузии другое заявление делает. Я помню, когда у нас в Ереване были уличные акции, посольство США поддержало власть и так пальчиком помахало в сторону оппозиции, что вы должны соблюдать закон и так далее и тому подобное. Но когда это было в Грузии, я тогда заявил, что для меня очень непонятно. В Армении говорят, что нужно слушаться власти, а в Грузии наоборот. Защищают оппозицию и пальчиком махают на сторону власти и говорят, что нельзя с народом подавлять волю народа и так далее и тому подобное. Вот этими двойными стандартами, по-твоему, вот эти двойные стандарты к чему приведут, первое, и второе, не разрушает ли это вообще доверие к заявлениям посольств западных стран и в Армении и в Грузии? Ну, в Грузии давайте, в Армении. Да. Ну, во-первых, опять же, по международным стандартам в Грузии митинги не подавлялись. В Грузии были люди, которые считают, что рушить частную собственность, ломать камеры, врываться в парламент, это можно. Это нельзя. За это в Европе и в Америке вас могут застрелить. Поэтому, с точки зрения европейского законодательства, все это полная чушь и говорить о том, что кто-то может вторгнуться с флагом Европы, с флагом Китая или, не знаю, там, любой религиозный институт, это нельзя. Это, опять же, к сожалению, восприятие Армении и Грузии как стран третьего мира, где то, что можно Юпитеру, нельзя другим. То есть, в Европе и в Австрии нельзя, в Грузии можно, особенно с флагом Европейского Союза. Но, опять же, повторюсь, большая часть населения Грузии не имеет значительных флагов. Бегайте, брать в парламент силы нельзя. Вот и все. Вы хоть, не знаю, дважды надете флаг Америки, Украины, Европы, это ничего не меняет. Потому что, опять же, тот главный избиратель, он проходил в 90-е годы. Он проходил гражданскую войну, и мы это уже видели. Мы видели люди, которые считали, что ради своих идей можно и парламент брать, и по парламенту из гаубиц стрелять, и людей убивать. Все это мы уже проходили. Поэтому на третий-четвертый день, когда все это безуспешно продолжалось, я понимал, что оно там все уже закончилось. Как только эти мирные, якобы, протестанты перешли на попытки пикетировать здание, было понятно, что это насилие. Насилие больше, чем население Грузии не поддержит. А там, где они перекрывали дороги, нападали на водителей, говорили, что вы что, ни с нами, ни с Европой, значит, мы имеем моральное право на вас давить, там все же закончилось. Новая социалистическая революция или новая западная революция в Грузии, она не состоится. Да и не западная, или российская, или китайская, что этот период в Грузии закончился. Возможно, когда у нас подрастет новое поколение, которое, в отличие от меня, не жило в 90-х годах, не проходило сквозь огонь, воду и медную трубу, они захотят повоевать между собой. Но пока мы во главе вот этого поколенческой смены, такого не будет. Скорее всего, опять же, все-таки какие-то исключения бывают. Насчет заявлений посольства. Ну, я всегда, я знаю, что у вас здесь образование по политическим наукам. Я всегда говорю, что надо читать о истории международных отношений. Многие из нас оказались в каких-то идеологических тисках, где у нас есть сказки Винского леса о том, что там можно, там нельзя. Запад делает те заявления, всегда делает те заявления, которые их устраивают. И все. В Армении западные коллеги думают, что Никола Пашиня не является прозападным, поэтому он сможет бить кого угодно на митинге до тех пор, пока это не доведет до крови или до жертвы. Потому что там уже некрасиво будет. В Грузии сейчас, поскольку грузинская мечта не согласилась отказаться от своей политической платформы, где она говорит, что мы не будем жертвовать ради Запада и Украины своими интересами, теперь грузинская мечта для части западного мира, пока выборы не закончились, они не хорошие. И поэтому теперь оппозиции можно больше, чем любому избирателю и митингующему в Армении. Это все. Но это всегда было так, коллеги. Просто в свое время, надо признать, предыдущее поколение дипломатов, американских, ученых и так далее, они были очень опытные, они знали, как идет политика, и они были очень осторожны в своих речах. А новые, к сожалению, послы, это люди, которые вообще не понимают, куда они приезжают. Их политические лозунги напоминают 1999 год, начало 2000 годов, кого-то ничего не изменилось, и поэтому просто люди перестали во все это верить. По крайней мере, в Грузии. Знаете, когда мы слышим заявление, которое я, будучи еще 14-летним мальчиком, слышал 20 лет назад, и вот этими лозунгами пытаются меня убедить как избирателя, но у нас уже есть опыт. И я, к сожалению, не раз говорил в статье, что ошибка, которую сегодня делает Запад, это ошибка, которую делала Российская Федерация в 2000, когда Грузия захотела убежать от России. Потому что Россия проводила очень агрессивную информационную риторику, считала, что сейчас мы накажем Грузию, наказав Грузию, она будет вынуждена к нам вернуться, будет вынуждена пойти на наши шаги, мы запретим боржоми, красное вино, визы. Но мы видим, что Грузия пережила. И сейчас это отношение в очень тяжелом состоянии. Российская политическая элита не поняла, с кем она имеет дело. И то же самое, к сожалению, с Западом. Не дали статус кандидата в Европейский Союз, хотя большинство грузин уверены в том, что Грузия с точки зрения демократического развития стоит на две головы выше Армении, на пять головы выше Молдовы и на 20 головы выше Украины. И каждый раз, когда, я просто удивляюсь, когда наши западные коллеги приводят Армению, Молдову или Украину как лучшей демократии, нежели Грузию, в Грузии на это смотрят. Даже те, кто не любит грузинскую мечту, не то же с ухмылка, а с оскорблением. Потому что последние 20 лет грузины сделали все для того, что в этой стране могли жить азербайджанцы, украинцы, русские, все разом, что и происходит. И такие заявления, они никаким образом ничего хорошего Западу не делают. Они просто еще сильнее углубляют недоверие к Западу и мнение. Я не говорю практически ангажированных людей и молодежь, которые бы только получить грин-карту или какие-то там гранты. Я имею в виду людей, которые работают, которые разъезжают по всему миру. Вот эти люди, которые разъезжают по всему миру, по Европе и работают, а не на грантах. Вот и на среди них скептик поднялся. Вот я поколение милленингов, в котором я в аут идеях. Вот в моем поколении такого скептика, скептизм, как сейчас, никогда раньше не было. Потому что мы повезли по Европе, по Америке, мы все это наслушались. К сожалению, слова не отражают реальность. И поэтому не искренне жаль, что наши западные коллеги, американцы, они просто, они должны поменять советников. Привезти людей, которые понимают, что геополитика, реальность, экономика, все это должно совпадать. Если вы будете глупости, которые не для большей части населения Грузии или Армении, то с этой риторикой вы далеко не уйдете. На сегодняшний день риторика Запада в Грузии не актуальна для 80% населения. Риторика о том, что нам нужны какие-то гендерные квоты, ЛГПТ-движения. Все это абсолютно не актуально для Грузии. Поэтому чем меньше будет такой неактуальности, чем больше будет прагматики, тем будет лучше. А надежда на то, что 26 октября и Грузия вернется на округи своя, Грузия никогда не станет такой, которая была в 2005 году. Потому что общество развилось, стало более, кстати, благодаря Западу осознанным. Поняла, какие правила игры, и к тому возврата уже не будет. И вот наши коллеги этого не хотят понять. Вот почему мне сейчас так нравится Армения. Сейчас они перешли в Армению. Вот эти лозунги, что если сейчас Армения уйдет из УДКБ и так далее, и тому подобное. Я привожу всегда пример нашим коллегам армянским. Возьмите новейшую историю Грузии. Посмотрите, один в один те же самые слова. Риторика Пашиняна, заявления. К сожалению, грузинская внутренняя и внешняя политика показывает, что усидеть на двух стульях на Южном Кавказе будет очень сложно, если не опасно. Спасибо. Я тоже согласен, что на двух стульях усидеться будет трудновато. И Украина сейчас нам показывает, к сожалению, вот такой пример. Давайте поговорим еще и о ситуации в Абхазии. Я бы хотел узнать взгляд из Грузии. Что в Грузии думают о ситуации, которая сегодня происходит в Абхазии? Связано это с ухудшением отношений между Россией и Абхазией? Или это просто внутренние проблемы Абхазии, которые не приведут к серьезным посредствиям для Абхазов? Ну, насчет того, что думают в Грузии по Абхазии. К сожалению, чем больше мы проживаем вместе по 11, тем меньше у нас экспертов по Абхазии в Грузии. Это надо признать. К сожалению, те люди, особенно та молодежь, которая якобы выступает от интересов грузинского народа, она вообще не осознает, что происходит в Абхазии. Там какой-то неопатриотический сказ, который ничего общего с реальностью не имеет. Всей там молодежь, которая сейчас выступает, говорит об августовской войне 2008 года. Это люди, которые начитались, наслушав неопатриотических лозунгов, которые вообще не понимают, что такое Осетия, что такое Цехинвальдский регион, что такое осетинский язык, что такое Абхазия, какие там были травмы. И это, кстати, вина грузинской мечты и партии, которая была до этого единственного движения. Эти партии ничего не сделали для того, чтобы в обществе было осознанное понимание процессов. Они в одном стороннем порядке выводили какие-то лозунги, с ними не консультировались, ничего не углублялись. И потом годами продвигали ту или иную идею, потом внезапно ее меняли. И вот так общество, к сожалению, полностью отурвано от реальности. У нас, естественно, очень давно наша элита решила, что единственный путь интеграции – это что? Это дружба, это согласие. Но с другой стороны, мы видим политические элиты, которые говорят такие вещи, что волосы дыбом станут. Что можно подумать, что наша цель – это захватить территории, всех, кто там живет, выгнать, разогнать. И там устроить какую-то там новую грузинскую территориальную целостность. Это при том, что официальная политика страны абсолютно… И это очень прискорбная реальность. И недавно заявление Бедины Ванишули о том, что надо извиниться перед Осетином в 2008 год за определенные шаги, об этом очень давно уже говорят. Но то, что наша молодежь, некоторые коллеги понятия не имеют, что происходит, и они как-то там… Вот это прискорбно. То, что люди не хотят признать, что в 90-х были ошибки со стороны грузины. Кстати, грузины извинялись. В 2008 году не все так было гладко. Нельзя примириться с человеком, если вы не извиняетесь обоюдно. Это банальная истина. К сожалению, опять же, государственная политика и то, что есть в умах людей, не совпадают друг с другом, что означает, что государство и правительство грузинской мечты последние 12 лет до этого ЕНД Михаила Саакашвили, они не продвигали очень четкую политику по тому, как это надо анализировать. И поэтому, к сожалению, вот так все застряли. Насчет Абхазии. Это такая же глупость, которая сейчас происходит с нашими коллегами из России, которые думают, что если Грузия отказалась воевать на Украине, или если Грузия решила, что мы не хотим выполнять все указы из Америки, значит Грузия отворачивается от Америки и идет в сторону России. А почему не в сторону Китая, Турции, Никарагуа, Саудовской Аравии? То есть это абсолютно наивный глупый сказ, который пытается опять нас положить в какую-то формулу. То есть или туда, или сюда. Это не обязательно. Грузия может проводить сдержанную политику. То есть грузинская мечта никуда не отворачивается от Запада. Грузинская мечта, как сказал мой коллега Николай Салаев, она хочет наполнить Западу Америки, что ее интересы надо учитывать, особенно в момент кризиса. Чего, к сожалению, американские коллеги, некоторые европейские, не хотят. Они думают, что мы должны жертвовать, как это делает Молдова, должна сделать, кстати, Армения и Украина. Грузия пожертвовала очень многим, и больше никакого желания нет. Но это не означает, что завтра вся грузинская рать побежит в посольство Российской Федерации требовать примирения. Это две разные вещи. То же самое в Абхазии. Проблемы с Абхазией, они очень понятны. Там сильная коррупция связана с политической борьбой внутренней. Эта сильная внутренняя политическая борьба рано или поздно приводит к тому, что есть недопонимание между Кремлем и Сухумом. Есть вещи, которые Сухум не хочет менять и хочет статически заморозить. А Кремль хочет видеть определенные предпосылки продвижению сотрудничества. И вот на данном этапе ситуация пришла в кризис. Но не больше, нежели была раньше. Я вам напомню, что до определенного времени Российская Федерация вообще закрыла границы с Абхазией. И были введены санкции против Сухума. Но это никак не повлияло на отношение Сухума к Тбилиси. То есть, опять же, не надо путать кризис в отношениях между Сухумом и Москвой и желанием Абхазов жить с грузинами и быстренько присоединиться обратно. Это две разные вещи. То же самое и в Цехнвардском регионе, так называемой Южной Осетии. Это абсолютно, но тотальное незнание. Когда люди выходят, говорят о том, что если завтра Россия поругается с Осетией, осетиновые тут скажут, что мы хотим жить с грузинами. У осетин и Абхазов лично неприятных к грузинам нет. Но желание быть в одном государстве, тут серьезная проблема. И я вам напомню, что нас многие забывают. Чем меньше народ, тем больше там историческая травма. И среди Абхазов и осетин люди, которые воевали против грузин, их потомки, они там еще актуальны. И поэтому для этих людей, вот если для нас грузин, например, это боль, но у нас население 4 миллиона, и мы можем это быстрее переварить, то для этих обществ, где 100 тысяч населения или где там 20 тысяч населения, эта боль, она будет продолжаться намного больше. Для них 100 человек, а для нас там тысячи две, наверное. И это, к сожалению, в Грузии не учитывается. Поэтому все такие, поэтому вот эти всплески эмоций с грузинской стороны о том, что мы не будем извиняться, ну так Абхазы, Осетины, если вы примеряете, они тем более не будут извиняться. И я скажу то же самое, что я говорю всегда российским коллегам. Если Россия хочет восстановить отношения с грузинской республикой, она должна сделать первый очень жесткий и четкий шаг. Потому что Россия это великая империя, великая держава, и она должна себя вести как держава. Если вы не великая империя, вы не великая держава, тогда будем говорить по-другому. Ждать от того, что Грузия как держава будет и будет делать первые шаги по отношению к России, это наивно и глупо. Особенно в том, что Грузия сделала все, что она могла, по сути. То же самое и здесь. В отношении с Абхазами, с Осетинами, рано или поздно это будут вынуждены сделать грузины первый шаг. Это зависит, какой шаг это будет. Насчет, опять же, есть страхи о военном решении. Военное решение в Грузии не рассматривается серьезно. Ни европейцами, ни американцами, ни грузинами, которые более-менее работают в направлении. Минимум последние годиков 15. Поэтому, если мы собираемся примириться, я приведу американскому посольству в Грузии в Армии, понравится, если будут слушать нас. To clap, you need two hands. Чтобы хлопать, надо иметь две руки. Если грузины не готовы извиняться за ошибки, определенные перед Абхазами и Осетинами, то ожидать, что Абхазы и Осетины будут извиняться перед нами, это наивно, я бы сказал, более того, с точки зрения политики, глупо. Вот вы сказали о шаге, о важном шаге России, как о державе, что она должна первым делать шаг. Что вы конкретно имеете в виду для наших слушателей? Потому что многие могут задаться вопросом, что, по мнению грузинского нашего эксперта, является этим шагом. Конкретный... Да, 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 очень простой. Мне кажется, самый главный шаг, который Российская Федерация может себе сделать, это раз и навсегда решить вопрос доступа граждан Грузии на территории Абхазии и Цехинвальского региона, не нарушать, а мы знаем, что они время от времени нарушаются, права тех грузин, которые живут на этой территории. Более того, было очень много случаев, когда по грузинам стреляли, кто-то поскальзывался, больше не просыпался, не вставал. Такие вещи априори рушат любую попытку грузинской стороны договориться с российской стороной. Потому что, повторюсь, когда Грузия, которая включает в себя 3 миллиона 850 тысяч человек, теряет одного гражданина на границе, так называемой, всю жизнь носить, в нее кто-то выстрелил. Это обычно бывают или российские военные, или осетинские военные. Это то же самое, если бы мы выстрелили в 10 военных Российской Федерации. И когда нет этого понимания, и к вам подходят представители Российской Федерации, говорят, что что там произошло, одного человека застрелили, но это указано на то, что Россия пока не готова делать шаги. Максимальная попытка облегчить жизнь и связь грузин с Абхазой, с Абхазой и Сетином, это будет очень большой шаг. Ну и еще я могу одну вещь добавить. Я не знаю, честно говоря, на какие вещи там рассчитывает Российская Федерация, но каждое решение по Грузии принимается ультрамедленно и неэффективно. Давайте поднимем вопросы с безвизовым режимом. Грузия упразднила еще в 2008 году, когда Михаил Сакашович лично встречал граждан у ущелья на переправе на границе. Российская Федерация, по-моему, с 2001 года упразднила, то есть вела визовый режим, и с тех пор она торговалась с грузинами 23 года, 22 года. За это время она потеряла людей, которые хотели бы в Россию приехать. То есть приток после упразднения виз был минимальный абсолютно. Вот такие вещи, ну я не знаю. И еще и говорить, что мы должны быть благодарны России, что она за 22 года упразднила безвизовый режим, вы тоже улыбаетесь, мы тоже улыбаемся, понимаете. Я не знаю, чему мы должны быть благодарны, потому что в Россию уедет уже практически минимальное количество людей. Нет никаких возможностей, например, если в Грузии захотят, прозападно-ориентированная грузинская молодежь, поехать в Россию, поучиться там в хороших университетах и посмотреть, что такое Россия, нет реальных возможностей. Нет возможностей, нет возможностей поехать, например, в Россию на высокоплачиваемую работу. Все-таки Грузия, это не центральная Азия, где люди могут таксистами работать. Таксистами грузины уехали работать уже в Европу. Вот все эти возможности, они отсутствуют. У меня такое ощущение, что в России нет стратегического видения, тактического видения развития отношений с Грузией. Было мнение, я не расслышал, что Грузия потерян. Еще два года назад была Грузия потеряна. Сейчас внезапно наши российские коллеги, ой, а Грузия не потеряна. Хотя мы и мои коллеги из России не раз говорили о том, что Грузия, Армения, в международных отношениях страны не могут быть потеряны, если Россия, Амейка проводят умную политику. Потому что это жизнь. Спасибо, так как у нас время заканчивается, у нас осталось порядка восьми минут. Я бы хотел по последнему пункту про Харатяна, которого не пустили в Грузию. Ну, мы в Армении знаем, что за личность, кем был и чем занимается, вернее. А в чем была причина отказа въезда в Грузию? Насколько я понимаю, там есть Алик-медиа, которая вещает и в Грузии, и в Армении, то есть электронный ресурс. Плюс жена работает в посольстве США в Грузии у него. Поэтому у нас вот мы заинтересовались. В чем причина, что власти Грузии отказали в объезде? Ну, во-первых, вопрос с объездом, он не новый. Еще пару годиков тому назад, в 2022 году, многим российским, так называемым, либеральным элитам, демократам запрещали въезд в Грузию или их культурно просили продолжить свой путь в Лондон. Более того, абсолютно не политические люди с Северного Кавказа тоже часто не впускаются в страну. Из Центральной, из Бангладеша, из таких стран тоже бывает. Причина, на самом деле, первая, это отсутствие в Грузии серьезной системы разведывательных управлений. Поэтому, когда грузинское МВНД видит, что есть люди, которые могут быть связаны с какими-то там организациями, с которыми мы не можем работать, да, тогда они получают отказ. Это люди из Бирмы, Бангладеша, есть, там, не знаю, возможно, из Узбекистана, то есть те страны, которые находятся под большим риском террористической угрозы. Вот, грубо говоря. То же самое вопрос Северного Кавказа, да, то есть очень много, долго людей удерживают на границе, проверяют, потому что грузинское МВД и Минобороны понимают, что есть определенные ресурсы, которые у Грузии есть, а которых нет. И поскольку у нас нет такой разведки, как, может быть, у Масада, у Израиля, да, мы вынуждены превентивно просто говорить, что нам не нужна головная боль. Многие, к сожалению, этого не понимают, но Грузия сравнительно бедная страна. Мы не Австрия, мы не Израиль, нам не высылают миллиарды, и у нас нет таких сильных институтов разведки, чтобы мы могли реально такие материалы обрабатывать. Почему? Как? Это другое дело. Но это факт. Вторая причина – выборы на носу. Очевидно, что посольство в Армении, как и в Грузии, Соединенных Штатов Америки, европейских стран, да и не только европейских стран, почему-то многие только ориентируются на европейские страны, на Россию. Я не буду называть Китай, арабские страны и так далее. Они все активно вовлечены, так или иначе. И безусловно грузинская мечта на фоне того, что глава комитета по международным связям Майкл Ротт приезжает в Грузию и заявляет о том, что там власть надо сместить. Вы представляете, такое лицо приезжает в страну, за это бы его арестовали и в любой другой стране. Но на этом фоне безусловно грузинская мечта очень адекватно себя ведет. В Грузии не нужны провокаторы. Все очень просто. И любой человек, будет это европейец, американец или азербайджанец, который приезжает и говорит, что там что-то надо сместить, его очень красиво, культурно отправляют обратно домой. Я думаю, что рано или поздно наступит день, когда и европейских, и американских коллег тоже будут отправлять обратно. Ну и последние еще 30 секунд. Грузия и грузинское общество, которое избирает грузинскую мечту, больше не хочет быть фортпостом демократии на постсоветском пространстве. То есть идея Фрэнсиса Фукуяма «Европа с Грузией» будет таком оплотом, который будет принимать удары и отправлять демократию бороться на постсоветском пространстве. Этот период закончился. Поэтому, когда к нам приезжают российские, американские и другие демократы, которые хотят использовать грузинскую территорию как перевал или ударный центр, но это уже мы давно знаем. Этим коллегам звонят, их просят переехать куда-то подальше. Потому что Грузия не защищена ни НАТО, ни другими какими-то единицами, поэтому Грузия не может это рисковать. И я уверен, что любая власть бы то же самое поступила в Грузии. Потому что кто бы что ни говорил, но Грузия это не Украина, и Грузия не может воевать. И если завтра, не дай бог, что-то произойдет, то нас от России никто не защитит. Большое спасибо, господин Сихарулидзе. У нас время, к сожалению, заканчивается. Спасибо. Спасибо большое. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова